Это полностью соответствует теории эволюции Дарвина. Это было сказано 15 тысяч лет назад. Именно эволюционная память определяет, что вы принимаете только человеческую форму. Адиоги взглянул на эту эволюционную память и сказал, что сперва мы были рыбой. Он также сказал, что без значительных изменений в Солнечной системе эволюция физического аспекта человека невозможна. Чарльз Дарвин родился 200 лет назад. В 52 года он выдвинул свою теорию эволюции. Адиоги же говорил об этом 15 тысяч лет назад. Посмотрите на это внимательно. Вы знаете что-нибудь о теории эволюции Дарвина? Нет, не только тот факт, что вы были обезьяной. Что-то помимо этого. Знать этот факт хорошо, но... Адиоги сказал, что первая форма жизни на этой планете зародилась в воде. Вы слышали об этом в разных интерпретациях. В Индии вам говорили про 9 аватаров. Да? Можете назвать эти 9 аватаров. Мацья. Не перескакивайте, по порядку. Курма. Вараха. Нет, нет. Нарасимха. Вамана. Парашурама. Рама. Кришна. Будда. 9. Сейчас... Необходимо понимать, что сейчас люди начали смотреть на эти названия, как на имена людей. Смотрите на них, как на качества. Первой формой жизни была рыба. Дарвин также согласился, что жизнь зародилась в воде. Второй ступенью развития на планете была земноводная жизнь. Курма-аватар. Еще наполовину в воде, но уже начинает обедать на суше. Затем между ними было много других существ, но следующая значимая форма жизни — это млекопитающая. Кабан — первый среди млекопитающих. Даже сегодня. У вас есть кабаны? В Раджастане. Дикий кабан или свинья — это самое живучее животное среди всех, потому что это животное очень прочно укоренилось в своем теле. Если на него охотиться, то убить его будет непросто. Здесь, рядом с тропическим лесом, есть племенные деревни. Когда мальчишки-школьники, 10-12 лет, возвращаясь домой, видят оленя, они могут взять палку, атаковать его и убить. Я говорю о школьниках с палкой. Вот как устроены другие млекопитающие. Вы тоже. Один удар по голове, и вы свалитесь замертво. Но дикий кабан и не такой. Он не умрет так просто, потому что он так сильно укоренен в своем физическом теле. Даже сегодня. Заметив кого-то, озабоченного только телесным, вы сравниваете его со свиньей. Не так ли? Потому что свинья олицетворяет собой чрезмерную материальность. Итак, первое млекопитающее, которое он описывает, это кабан или свинья. Следующий — Нарасимха. Наполовину человек, наполовину животное. Следующая — Вамана. Человек-карлик. Далее — полноценный человек. Парашурама. Но эмоционально неуравновешенный. Настолько, что он отрубил голову собственной матери. Следующий — Рама. Мирный человек. Далее — Кришна. Любящий человек. Следом — Будда. Медитативный человек. Следующим должен быть человек-мистик. Каждый утверждает, это я, это я. Вы должны понять. Эти аватары — не конкретные люди. Те люди являются воплощением тех качеств, о которых мы говорим. Так развивалась жизнь. Поверьте мне, это полностью совпадает с теорией эволюции Дарвина. И это сказано 15 тысяч лет назад. Он не отправился на Галапагостские острова и не стал рассматривать что-то под микроскопом. Он всего лишь сел, закрыв глаза, и увидел, что если вы достаточно глубоко погрузитесь в это, то обнаружите эволюционную память. Если бы не было эволюционной памяти, допустим, вы мужчина, и вы съели арбуз. Через некоторое время этот арбуз стал вами, да? Сейчас вы женщина, и вы съели арбуз. Он станет женщиной. Если корова съест арбуз, он превратится в корову. Это происходит потому, что в нас находится эволюционная и генетическая память. Эволюционная память определяет, что вы принимаете только человеческую форму. Не бывает такого, чтобы вы съели умный арбуз, запутались и стали коровой. Такого никогда не случится. И есть генетическая память, которая ясно говорит, «Это женское тело, ешь все, что хочешь, оно станет только женщиной, а не мужчиной». Все потому, что генетическая память остается нетронутой. Именно поэтому люди сегодня борются против генной инженерии. Стоит вам вмешаться в генетическую память растений, а затем животных, следующими будете вы. Кто знает, если допустят ошибку, вы можете снова стать наполовину человеком, а наполовину животным. Мы не знаем, что может произойти. В этом и заключается проблема с генной инженерией. Как только вы вмешиваетесь в исходный материал, результат неизвестен, потому что мы еще не до конца разобрались в этом. А Дьоги взглянул на эволюционную память и сказал, что сперва мы были рыбой, затем этим, этим, назвав все девять аватаров, а сейчас вы здесь. Теперь, когда вы приняли человеческую форму, вы можете эволюционировать только осознанно. Ваша физическая эволюция завершена. Есть целая математика, объясняющая, почему ваша физическая эволюция завершена. У этого есть множество аспектов. Я не буду сейчас вдаваться в математику, тем более некоторые дамы здесь качают головой. Они против. Но без математики нет и мистицизма. Говоря простым языком, природа того, кем вы сейчас являетесь, это следствие сложного сочетания разных типов памяти, которые у вас есть. У вас такое тело благодаря эволюционной и генетической памяти. Вам нравится это и не нравится то, это проявление различных уровней бессознательной, подсознательной, кармической и других типов памяти. Большую часть времени вы не можете контролировать свои симпатии и антипатии. Вам придется прилагать все усилия, чтобы освободиться от влияния симпатии и антипатии, поскольку память определяет у вас все. Итак, когда мы говорим про эволюцию, в некотором смысле мы говорим об игре памяти, накоплении опыта и перехода на различные уровни. То есть он говорит, что если вы жаждете и стремитесь, то преодолите все, что вас ограничивает. Единственное, ваше физическое тело больше не эволюционирует из-за устройства Солнечной системы. Он напоминает даже об этом. Без значительных изменений в Солнечной системе эволюция физического аспекта невозможна. Конечно же, его спросили, «Ты постиг так много, но наш мозг не справляется. Можем ли мы немного его увеличить?» Он ответил, что нет. Сегодня современные неврологи говорят следующее. «Ваш мозг потребляет 20% энергии, вырабатываемой в теле». Несмотря на то, что он вот такого размера... Простите, я показываю его слишком маленьким. Хорошо. Хотя его всего столько, и он имеет небольшой вес, потому что в основном это воздух. Несмотря на это, мозг потребляет 20% энергии тела. Оставшаяся же часть тела потребляет 80%. Так что, если вы захотите повысить свой интеллект посредством увеличения размера мозга, тело все равно не сможет обеспечить необходимое количество энергии. Поэтому вы не можете увеличить размер своего мозга. Другой способ — это упаковать больше нейронов в тот же размер. В таком случае у вас будет блестящий интеллект, но также огромное количество перекрестных связей и постоянная запутанность. Вы станете очень беспокойными. Возможно, у кого-то из вас есть такие дети. Очень гиперактивные. Они умны, но у них все напрекосяк, потому что в их мозгу слишком много нейронов. Если вы отведете такого ребенка к врачу, он тут же навесит ему ирлык. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ, СДВГ, АБВГД, ЭЮЯ. Нет. Не стоит начинать прием лекарств. Что вам нужно сделать, так это найти время для прогулок на природе, взять их в трехдневный поход, поплавать где-нибудь, приобщить их к природе и большому количеству физической активности. Организм справится сам. Избавится от лишних нейронов и придет к собственному балансу. Если вы начнете давать им препараты, вы должны понимать, что у медикаментов нет интеллекта, чтобы работать в определенной части тела. Они будут повсюду. Они не могут просто отключить какую-то часть мозга. Они отключат весь мозг и все тело. Вы с самого начала разрушите жизнь ребенка, просто потому что кому-то очень хочется назначать фармацевтические препараты, как бы там ни было. Он открыл это измерение, что если вы жаждете и стремитесь, то можете преодолеть все ограничения. Какие бы ограничения не установила для нас природа, любое из них можно преодолеть, если только вы готовы к этому стремиться. Вот что сказал людям Ади-йоги. Затем он начал передавать методы, как выйти за пределы своих нынешних ограничений. Люди даже сейчас просто верят в то, что они такие, какие есть. Мы такие, какие есть. Нет, вы не такие. К сожалению, вы сделали себя такими. Но вы также можете сделать из себя нечто большее. Вариантов много. Замечали ли вы, что в один и тот же день иногда вы прекрасны, а иногда ужасны? Замечали ли вы, как много ужасных людей? Я говорю о том, что вы всегда думаете, что это произошло с вами. Нет. Вы сами делаете себя прекрасными или ужасными. Не так ли? Так что вы можете либо жить в своих ограничениях, либо выйти за их пределы. Поэтому впервые он донес это до человечества, а затем рассказал о том, как каждое существо на этой планете эволюционировало за пределы своих ограничений, стремясь к этому в течение определенного периода времени. Другими словами, он выдвинул теорию эволюции 15 тысяч лет тому назад. Субтитры подогнал «Симон»